Горен Бекванд Завеса восприятия Если я закрою глаза, мир исчезнет Не действительный мир, конечно, но мой визуальный его образ И я могу заставить этот образ появиться и исчезнуть, просто открывая и закрывая глаза Визуальный образ, в совокупности с другими ощущениями, составляющими мой опыт, является тем, как я воспринимаю мир Зрение, слух, осязание, обоняние и вкус – это то, из чего сделан мир для меня Это мои чувства, и через них я воспринимаю вообще что-либо Если бы я мог как-то остановить их, мир прекратил бы существовать для меня Но реальный мир, мир, который не зависит от меня, остался бы Таким образом, мы должны заключить, что мир и мое его восприятие – это не одно и то же Мир – это что-то одно, а мое восприятие его – это нечто совершенно иное Ибо если существование визуального образа зависит от того, открыты мои глаза или нет А существование мира не зависит от этого То они не могут быть одним и тем же Таким образом, у нас есть с одной стороны мир, а с другой стороны – наше его восприятие Однако восприятие мира не целиком образует наше сознание Сюда входят также наше тело и ум Совокупный образ восприятия в каждый определенный момент времени Содержит все ощущения, составляющие мир Чувства, составляющие тело И наши мысли Все содержится в одном переживании Мир, тело и ум Все является частью одной панорамы И вместе они составляют содержимое нашего сознания Наше сознание – это не только место, где появляется это содержимое Но оно также и воспринимает все это Нет разделения между содержимым и его переживанием Присутствие содержимого – это то, чем является переживание Можно представить себе самосознающий телеэкран Который воспроизводит фильм и в то же время смотрит его Но в отличие от простого телевизора Этот экран обеспечивает полноценное трехмерное переживание Со звуком вокруг Фактически здесь не требуется мышление Просто смотрение Сознание есть прямо здесь И так же, как природа кинообразов – это экран Природа всех переживаний – сознание Это то, чем является переживание Интуитивно кажется, что переживание Дает нам прямой доступ к реальному миру Но в действительности мы испытываем лишь содержимое нашего сознания Таким образом, видимый нами мир не является реальным миром Это эмпирическое его изображение И это изображение Постоянно обновляющееся гипотетическое описание себя и мира вокруг нас Это все, с чем мы можем столкнуться Вы ничего не можете сделать, чтобы испытать что-то отличное от содержимого вашего сознания По этой причине реальный мир Мир, независимый от опыта Не может быть поздным Мир, как он и есть в реальности Всегда за пределами досягаемости Ибо когда его переживают Он становится опытом И таким образом представлением Вопрос Но я чувствую, что напрямую осознаю реальный мир Если мы находимся в прямом контакте с действительными вещами Тогда как получается, что прямая палка кажется изогнутой Если ее наполовину погрузить в воду Она изгибается на самом деле? Иллюзии налицо в повседневном опыте Радуга только кажется, что существует Но при пристальном рассмотрении Ее нигде нельзя обнаружить Тарелка может казаться круглой с одного угла И овальной с другого Синяя дверь будет зеленой При определенном освещении А змея на дороге Окажется простой веревкой Но реальная палка не изгибается При погружении в воду То, что вы переживаете Это ментальное представление Внутренние копия Составленная из воспринимаемых образов В вашем сознании Если ваш друг посмотрит на палку С другого угла Он будет воспринимать ее совершенно по-иному Радикально отлично от вас Хотя вы оба смотрите на один и тот же объект Сама палка не меняется В зависимости от того Кто на нее смотрит Поэтому от речи Им должно быть Ваши ментальные представления Идея такого представления Об остальном мире Может быть и верна Но все же Кто-то может по-прежнему думать Что мы находимся В прямом контакте с тел Тело – это личный опыт Никто больше не может знать Как вы его переживаете Вот почему возникает такое впечатление Но переживание тела подвержено Тем же иллюзиям восприятия Что встречаются в мире Фантомные боли – один пример Лихорадка или отравление – другой Эти состояния вызывают изменения В восприятии тела Не изменяя самого тела Как и к миру К телу можно получить доступ Только через представления Появляющиеся в нашем сознании Вопрос Я все же не понимаю Как объекты могут находиться внутри В моем опыте Объекты видятся снаружи меня Может показаться Что физические объекты Где-то там Вне нас Но их переживания Наше представление о них Существует внутри нас Физические объекты Кажутся внешними Потому что мы всегда Определяем их пространственно Относительно себя И это способность ума Я сужу о расстоянии До физических объектов Воспринимая их Но само восприятие Прямо здесь В моем сознании Спросите себя Глядя на Луну Какое расстояние от меня До ощущения Луны Вы обнаружите Что расстояния Вообще нет Луна может быть далеко Но это наше суждение О содержании опыта А не сам опыт Опыт восприятия Его содержания Прямо здесь Наше представление Это завеса Скрывающая мир Это завеса восприятия И оно целиком Составляет наш опыт Но если все С чем мы можем Столкнуться Это наше ощущение То как мы можем знать Что наше понимание мира Соответствует тому Что есть на самом деле По сути Какие гарантии у нас есть Чтобы верить Что что-либо Вообще существует Что если Мое собственное тело И другие люди Это всего лишь то Что воспроизводится сегодня На экране восприятия Все научные теории Пытающиеся Объяснить мир Как внешние объекты Влияют на наше ощущение И как наш мозг Перерабатывает эту информацию В чувственные содержания Или как Субатомные частицы Являются сущностью Всего на свете Это теории Исходящие Из наблюдений Мир Но единственный мир Который ученый Может наблюдать Это мир Исходящий Из ощущений И таким образом Все эмпирические данные Происходят Не из реального мира Но из нашего Представления о нем Когда мы наблюдаем Падающие яблоко И создаем теорию Описывающую его движение Наша теория может лишь Рассказать о том Что нам кажется Это действительно Только в отношении К нашему представлению Но не к самому миру Если наши представления Не точны Таковы наши теории Напившийся в стирку Ученый Может создать теорию Шатающегося мир Эта теория Будет научно обоснована В том смысле Что все эмпирические данные Которые он извлекает Из видимости Согласуются С его теорией Однако Когда он Протрезвеет Он поймет Что шатался не мир А его представление О нем Распространенное Убеждение Среди склонных К науке людей Состоит в том Что наше сознание Возникает Из физических процессов Происходящих в мозге Внутри нашей головы Но голова Которую мы хорошо знаем Как свою собственную Это не наша настоящая голова Это просто Изобразительная модель Расположенная Внутри нашего представления О мире И таким образом То что по нашему мнению Является вместилищем Нашего сознания Само состоит Из ощущений Но все это Наше представление О мире И самих себе Должно затем Вмещаться Внутри нашей Настоящей Реальной головы Или по крайней мере Это то Во что мы верим Поскольку если реальная голова Находится снаружи Завеса восприятия То как мы можем знать Что она существует А что если Механизм появления Нашего сознания Имеет какое-то Другое объяснение Возможно Мы все живем В какой-то Компьютерной Симуляции Возможно Ваша жизнь Это всего лишь сон Что если сознание Это просто Неотъемлемая Функция реальности Жизненные Последствия Этого Могут сбить Вас с толку Кто я Я думал Что я Это тело Но я знаю Что тело Это не более Чем ощущение А я обычно Не считаю себя Переживанием Что я тогда Мои мысли Они тоже Переживаются Я это что-то Что выходит За пределы Восприятия Как я могу Знать Свою истинное Я Если оно За пределами Восприятия Эти вопросы Волновали Не только Философов Но и простых Людей на улицах Сотни Если не Тысячи лет Наше понимание Природы Реальности Основывается На единственной Вере Что наше Ощущение И переживание Соответствует Реальному Миру И восприятие Самих себя Кажется Истинной Оценкой Того Кто мы Есть Но Чтобы найти Суть Бытия И обнаружить Истину Мироздания Мы Должны Пронзить Завесу Восприятия Ибо Ключ К тайне Лежит На Другой Стороне Чтобы Углубить Наше Понимание Реальности Нам Необходимо Изучить Структурные Элементы Которые Составляют Наше Представление О ней Концепция Это Способ При помощи Которого Мы Определяем Мир Для себя И других Эти Маленькие Единицы Смысла Являются Тем Что делает Возможным Знание Разум Понять Их Значит Понять Наше Мышление А это Важно В нашем Расследовании Истины Концепции Это Единицы Знания Связанные С Соответствующими Отображениями В языке Или Любой Другой Символической Системе Такой Как Математика Или Логика Концепции Это Слова Которые Мы Прикладываем К Смыслу А Смысл На Который Они Ссылаются Происходят Из Прямого Восприятия И Переживаний Концепции Это То Что Делает Для Нас Возможным Рассуждать Мыслить И Общаться И Комбинируя Их Мы Можем Вообразить Нечто Вообще Несуществующее Единорогов Не Существует В Природе Тем Не Менее Мы Можем Нарисовать Их В Своем Воображении Соединяя Концепции Извлеченные Из Восприятия Такие Как Цвет Вид И Форма Мы Не Можем Напрямую Сообщить Свой Опыт Нельзя Передать Другому Человеку Своё Переживание Чтобы Тот Его Прочувствовал Если Мы Хотим Поделиться Опытом С Другими Мы Должны Дать Им Символ Слово Чтобы Они Смогли Интерпретировать Его В Соответствии С тем Что Им Уже Известно Их Собственное Ощущение И Переживание Концепция Это То Что Напоминает Нам О Знании Которое У Нас Уже Есть Мы Создаем Концепцию Обозначая Словом Определенное Ощущение Или Переживание В Детстве Название Предметов Говорят Нам Родители Мы Учимся Ассоциируя Название С Предметом Тем Самым Образуя Эмпирическую Концепцию В конце Концов Наш словарный Запас И Понимание Созревает Настолько Что Мы Можем Осваивать Абстракции Более Высокого Порядка Концепции Содержащие В себе Другие Концепции Концепции Как правило Имеет Эмпирическое Содержание Указывающее На прямое Переживание Или Ощущение Но Концепции Более Высокого Порядка Это Дополнительная Абстракция Ссылающаяся На Другую Концепцию Можно Проиллюстрировать Это Используя Слово Число Число Три Может Символизировать Любую Группу Объектов С Тремя Членами Три Слона Три Машины Или Три Яблока Это Можно Показать В прямом Опыте Можно Указать На Яблоки И Сказать Три Переменная Однако Это Концепция Высшего Порядка И Она Может Символизировать Любое Число Но Имеет Лишь Непрямое Эмпирическое Содержание Объясня Объяснять Смысл Перемены Бесполезно Пока Ваш Друг Сперва Не Освоит Как Следует Концепцию Число Другой Пример Это Слово Общество Которое Может Символизировать Любую Группу Людей Но Без Концепции Группы И Люди Само По Себе Оно Не Имеет Эмпирического Содержания Но Не Имеет Значения Насколько Сложную Концепцию Вы Создаете Насколько Далеко Заходит Абстракция Вся Эта Пирамидальная Структура Базируется На Основе Прямого Опыта Концепция Высшего Порядка Не Может Ссылаться На Нечто Эмпирически Отличное От Совокупного Содержания Тех Ощущений Из Которых Произошли Концепции На Которые Она Опирается Короче Говоря Все Концепции Указывают На Прямое Переживание И Никуда Более Абсолютно Все Знание Человека Вся Наука Логика И Математика Весь Язык И Здравый Смысл Не Может Иметь Иного Содержания Чем Сумма Ощущений Из Которых Образованы Концепции Составляющие Знания И Таким Образом Ощущения Переживания Из которых Берутся Эти Концепции Являются Реальным Содержанием Нашего Мышления Все Ментальное Представление Всегда Будет Ограничено В том Смысле Что Мы Не Сможем Сформировать Идею Чего-то Чего До Этого Не Переживали Да Можно Представить Себе Такие Объекты Как Единорог И Черная Радуга Даже Если Вы Их Раньше Не Видели Но Эти Представления Сформированы Соединением Других Конкретных Концепций Как Цвет Вид И Форма Каждая Из Которых Исходят Из Прямого Опыта Мы Не Можем Представить Себе Что-то Чего Никогда Не Воспринимали Слово Красный Не Имеет Значения Для Человека Родившегося Слепым Глухой Человек Не Поймет Слово Мелодия За Пределами Известных Ему Концепций Типа Какой-то Опыт Неклухих Неважно Насколько Хорошо Ему Объяснят Другие Мелодия Останется Для него Пустым Словом Концепция В контексте Непрожитого Опыта Невозможна По той Простой Причине Что мы Не имели Опыта Этого Контекста Наше Понимание Мира Находится В среде Концепций Они Происходят Из явлений На зависе Восприятия И поэтому Реальное Содержимое Нашего Мышления В контексте Переживания Ощущений Тоже Появляется На ней Таким Образом Объективных Концепций Не Существует Вообще Концепции Абсолютно Субъективны Они Всегда Ссылаются На наш Прямой Опыт Главное Заблуждение Как Можно Узнать Что Находится За завесой Восприятия Чтобы Узнать О точности Копии Нам Необходимо Сверить Ее С Оригиналом Но В этом Случае У нас Нет Доступа К Оригинал Поскольку Когда Он Наблюдается Он Становится Копией Нет Другого Способа Получить Доступ К Реальности Кроме Как Через Ринзу Восприятия В нашем Распоряжении Есть Только Копия И Только Через Эту Копию Мы Можем Составить Представление Об Оригинале Никто Не видел Мира Напрямую Однако Мы Убеждены Что Он Существует Это Предположение О существовании Внешнего Мира Мира За Пределами Наших Ощущений Пропитывает Наш Язык Мышление И Образ Жизни На Самом Глубоком Уровне Мы Думаем О себе Как О части Этого Внешнего Мира И Отсюда Есть Вера В Его Существование Вера Что Наше Человеческое Тело Из Плоти И Костей Реально Что Оно Существует В мире Среди Прочих Но Эта Вера Принадлежит Всегда Изменяющемуся Миру А В подобном Мире Ничто Не Длится Долго Когда Нибудь Мое Тело Должно Умереть И Это Будет День Знаменующий Конец Моего Существования Это Плохая Новость Хотя Вряд ли Для кого-нибудь Это Новость Хорошая Новость В том Что Внешний Мир Это Всего Лишь Предположение Это Беспочвенное Убеждение Его Можно Провергнуть Следующим Образом Когда Мы Думаем О том Какими Вещи Являются На самом Деле Без Наблюдателя Мы Представляем Их В субъективных Понятиях Мы Думаем О Невоспринимаемом Нами Яблоке Используя Термины Красное Круглое И Сочно Это Не Объективные Качества Это Концепции Исходящие Из Переживания Другими Словами Мы Представляем Вещи В себе Так Как Мы Воспринимали Бо Их Если Бо Наблюдали И Таким Образом Мы Ошибочно Используем Понятия Описывающие Копию Ссылаясь На Оригинал Если Мы Хотим Точно Описать Что-то Являющееся Независимым От Восприятия Мы Не Можем Использовать Термина Восприятия Это Было Бы Прямо Противоположно Нашей Задаче Чтобы Описать Или Представить Себе Независимую Реальность Мы Должны Использовать Слова Содержание Которых Было Независимым От Восприятия Но Как мы Уже Видели Сутью Всех Концепций И Образов Являются Ощущения Поэтому У нас Нет Подобных Понятий Каждый Раз При Попытке Описать Независимую Реальность С помощью Концепций Нас Немедленно Ждет Промах Так Как Мы Пытаемся Языком Феноменов Описать То Что Не Является Феноменом И Промах Нас Ждет Не В том Смысле Что Мы Промазали Но На Самом Деле Мы Стреляем Совсем Не В ту Сторону Пытаясь Описать Независимую Реальность С помощью Концепций Мы Тем Самым Утверждаем То Чем Независимая Реальность Не Является А Именно Чем То Феноменально Независима Описывать Независимой Реальность Независима 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 Внешне Независима От того Смотрим Мы Или Нет Из Нашего Опыта Конечно У нас Есть Идея Внешнего Независимого Физического Пространства Потому Что Так Это Видится В нашем Восприятии Мы Видим Пространство Каждый День Оно Есть Почти Каждый Момент Нашей Жизни Большинство Людей Никогда Не Обращают Внимания На Существование Физического Пространства Потому Что Они Убеждены Что Смотрят На Него Все Время Но Опять же Большинство Людей Не Осознает Что В Действительности Смотрят На Содержимое Своего Сознания То Что Находится За Пределами Этого Что Не Зависит От Восприятия Недосекаемо И Поэтому Идея Существования Физического Пространства Лишь Предположение Прежде Чем Опровергнуть Эту Мысль Давайте Определим Чем На Самом Деле Является Пространство В нашем Восприятии Чтобы Возникло Переживание Восприятия Оно Должно Быть Представлено Нам В Каком То Виде И Пространство Это Среда В Которой Представлены Объекты Мы Не Воспринимаем Само Пространство Эмпирически Нет Физического Пространства Которое Начинается Где-то Там И Простирается До Сих Пор Скорее Это Где Объекты Восприятия Структурируются И Отображаются В нашем Сознании Пространство Нашего Восприятия Уже Есть В Нас Это Чистое Полотно На Котором Мы Рисуем Картину Мир Вопрос Значит Пространство Которое Я вижу Каждый День В Моей Голове Наше Повседневное Восприятие Пространства Это Проявление Того Как Наше Сознание Структурирует И Отображает Объекты Пространство Это Форма Лежащая В основе Нашего Видения Объектов Поразмыслите Над Следующим Как Бы Мы Могли Что То Воспринимать Если Бы У Нас Не Было Возможно Как Им То Образом Отражать Свой Опыт Нам Нужен Своего Рода Внешний Экран На Котором Могут Появляться Объекты И Пространство Является Тем На Чем Они Появляются Пространство Это Не Часть Нашего Образа Мира Это То Где Этот Образ Появляется Вопрос Разве Пространство Это Не Просто То Что Между Объектами Пространство Не Может Быть Просто Пустотой Которые Заполняют Промежутки Между Объектами Пространство Это Не Пространственное Отношение Между Объектами В нашем Восприятии Потому Что Сами Объекты Должны Где-то Появиться Прежде Чем Мы Сможем Увидеть Какие-то Отношения Между Ними Объектов Не Было Вообще Если Сначала Не Было Чувства Пространства Если Вы Сомневаетесь В этом Посмотрите Вокруг То Что Вы Воспринимаете Содержится В Вашем Сознании Разве Можете Отрицать Что Пространство Это То Где Объекты Структурируются И Выстраиваются Или Что Без Него Не Было Объектов Вообще Теперь Поместите Свой Палец В Пятнадцати Сантиметрах Перед Носом Прямо Между Квас Посмотрите За Палец Он Разделится На Два Где Появляются Эти Пальцы Неужели Настоящий Новый Палец Материализовался В Независимом Физическом Пространстве Нет Два Пальца Находится В том же Пространстве Где И Все Остальное Пространстве Вашего Сознания Пространство Это Свойство Нашего Сознания Предшествующее Восприятию И Является Необходимым Условием Для Его Возникновения Это Часть Перцепционного Аппарата В Котором Представлено Переживание Мира И И такой Способ Представления И Способность Вновь Отражать Это Мы Знаем Как Пространство И Это Форма Восприятия Чем Пространство Не Является Вопрос Помимо Пространства В нашем Восприятии Пространство Сознания Может И Также Независимо От Нас Существовать Физическое Пространство Так Как Пространство Нашего Восприятия Это Все С Чем Мы Можем Столкнуться Идея Существования Физического Пространства Это Лишь Теория Эта Идея Является Основой Всего Нашего Мировоззрения Реальности Объясняемой Физикой Однако В ней Есть Изъяны Наша Идея Физическом Пространстве Это Идея Об Объективном Пространстве Которое Существует Независимо От Нашего Восприятия Но Описывать Что-либо Независящее От Восприятия В Категориях Восприятия Ошибочно Просто Потому Что Мы Описываем В рамках Своего Видения Нечто Не Являющиеся Нашим Опытом А Это Видение Определяется Нашим Аппаратом Восприятия Делая Наши Описания Целиком Субъективными Поэтому Способ С помощью Которого Мы Пытаемся Постичь Независимое Физическое Пространство Ошибочен Поскольку Мы Постигаем Его Не Как Оно Есть В Реальности Но Через То Как Мы Его Воспринимали Чтобы Проиллюстрировать Ошибку Мышления Вот Пример Невозможно Представить Яблоко Как Оно Есть Само По Себе Мы Можем Реш Его Представлять Так Как Оно Нам Видится Теперь Теперь Пытаясь Думать О том Какое Яблоко Само По Себе А С Точки Зрения Как Оно Видится Нам Попытайтесь Убрать Из Картинки Себя Вот В сущности Тот Способ С Помощью Которого Мы Приходим К Нашей Концепции О Физическом Пространстве Все Что Остается Это Красное Сочное Яблоко Как Оно Выглядит Для Нас Мы Можем Представить Его Себе Из Множества Различных Перспектив Обманывая Себя Что Мы Точно Моделируем То Чем На Самом Деле Яблоко Но Сам Факт Что Яблоко Вообще Рассматривается Из Перспективы Дает Нам Ключ К Ошибке Истинный Объективный Взгляд Должен Обязательно Быть Из Отсутствия Перспективы Мы Не Можем Уложить Реальность Как Она Есть В Себе В Своем И Поэтому Содержание Мысли Никогда Не Может Стать Тем Что Есть Реальность Оно Лишь Может Быть Тем На Что Реальность Похожа Реальность Физическое Пространство Которое Мы Воображаем Вовсе Не Объективно Это Просто Образ Как Что-то Подобное Могло Бы Видеться В нашем Восприятии Эта Модель Созданная Не Относительно Того Чем Является Физическое Пространство Но Относительно Того На Что Оно Похоже Она Может Лишь Описать Чем Является Физическое Пространство Когда Есть Мы Но Цель Создания Объективной Модели В том Чтобы Описать Положение Дел Когда Нас Нет И Таким Образом Модель Которую Мы Имеем Противоположна Той Которая Задумывалась Модель Реальности Как Она Есть Сама В Себе Не Может Быть Выражена В Субъект На Зависимых Понятиях И Любой Способ Которым Мы Можем Подумать О Пространстве Влечет За Собой Эту Субъективность Наша Идея Существования Независимого Физического Пространства Существует Непременно При подобных Условиях И Следовательно Противоречиво И Это Ошибка Мышления Без Этой Ошибки Эта Идея Непостижима Вопрос Только Лишь Потому Что Я Не Могу Себе Чего То Представить Еще Не Означает Что Его Не Существует Означает О Существовании Чего Именно Вы Говорите Если Мы Не Можем Представить Себе Физическое Пространство Тогда Этот Термин Ни К Чему Не Относится Без Концепции Подобной Вещи Слова Физическое Пространство Не Имеют Смысла Если Мы Даже Не Знаем Что Мы Име В 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 Термин Без Значения Ни К Чему Не Относится Говорить, что Ничто На что Ссылается Термин Может Существовать Приводит К Противоречию Поскольку Ничто Это Прямая Противоположность Существованию Поэтому Предполагать, что Физическое Пространство Может Существовать Это Фактически Сказать Несуществование Может Существовать Противоречие И Поэтому Невозможность Чтобы далее проиллюстрировать эту мысль, давайте придумаем слово, не имеющее смысла. Пусть это будет шапокрофериат. Это слово не имеет смысла. И заявить, что шапокрофериат может существовать, является противоречием в упомянутом только что смысле. Поэтому заявление, что физическое пространство может существовать, имеет такое же бессмысленное значение, что и заявление, что шапокрофериат может существовать. Если мы не можем постичь идею, то неразумно утверждать ее возможность. Возможно, мы не можем постичь ее, но что-то все же может существовать как пространство. Сперва давайте определим, что мы подразумеваем под словом пространство. Что это? Что, как мы предполагаем, может существовать? Когда мы понимаем, что не можем постичь независимое физическое пространство, что сама идея об этом ошибочна, нам остается лишь то, что есть в нашем восприятии. Форма нашего восприятия или пространственность нашего восприятия – теперь единственное образумительное значение, которое слово «пространство» может иметь для нас. теперь возникает вопрос. Может ли эта пространственность моего восприятия также существовать, независимо от моего восприятия? Помните, я приводил пример о двух пальцах? Может ли пространство, в котором появились эти два пальца, также существовать? Может ли форма моего восприятия существовать, независимо от моего сознания? Может ли мое пространственное мышление каким-то образом быть тем, что есть в реальности? Нет. Нечто, независимое от восприятия, не может быть похожим на переживание. Позвольте сделать отступление. Наш язык предполагает, что существует разделение между объектом восприятия и самим актом восприятия. Мы говорим видеть цвет или слышать звук. И это создает впечатление, что объект восприятия – это то, что есть, а акт восприятия – это лишь субъективное наблюдение. Это главная причина, по которой мы верим, что объекты восприятия могут существовать, независимо от акта восприятия. Однако в это недоразумение. Я приведу пример используя цвета, потому что такой пример легче понять. Но в точности тот же принцип можно применить к пространству и ко всему остальному в нашем восприятии. Мы извлекаем понятие о цвете из переживания. Мы видим красноту и придумываем для нее слово. И таким образом, то, что мы подразумеваем под словом «красный» – это краснота в нашем восприятии. Теперь причина, по которой мы верим, что цвета существуют вне восприятия, состоит в том, что мы верим, что воспринимаемый объект отделен от акта восприятия. Мы верим, что цвета отдельно от зрения, звуки отдельно от слуха и так далее. Однако тогда, как краснота в нашем восприятии является тем, что мы называем «красный», она является также и тем, что мы подразумеваем под словом «видение». Вы можете, конечно, видеть разные цвета в разное время. И в этом смысле «видение» отдельно от определенного цвета. Но «видение» – это всегда «видение цвета». И в каждый момент времени «видение цвета» и «видимый цвет» относятся к одному и тому же. Присутствие этого цвета в нашем восприятии. В примеру, мы видим зеленый цвет. Видение зеленого и зеленый – одно и то же. Теперь мы видим синий. Видение синего и синий – одно и то же. И мы говорим «я видел зеленый, а теперь синий». И это создает впечатление, что «акт видения» отделен от того, что виделось. Но «видение красного» и «красный» оба относятся к красноте в нашем восприятии. Цветы его видения являются в точности одним и тем же. Чтобы заявить, что некая идея возможна, мы должны быть способны постичь ее. И таким образом, если мы заявляем, что красный может существовать отдельно от акта восприятия, мы должны быть способны постичь его, не воспринимая. Если мы не можем этого представить, мы просто заявляем, так как «красный» и «видение красного» означают одно и то же, следовательно, «невоспринятый красный» означает «неувиденное видение красного», что является противоречием, да и вовсе бессмысленным. Чтобы сформировать концепцию о невоспринятом цвете, мы должны каким-то образом абстрагировать цвет от его видения. Но если мы попытаемся отделить видение от цвета посредством мышления, мы отделим ту самую вещь, которой является цвет, а именно красноту в нашем восприятии. Мы не можем постичь неувиденный цвет, потому что цвет его видения – это одно и то же. Объект и акт восприятия – одно и то же. По сути, объекты есть акт восприятия. Его существование в нашем сознании – это то, чем является восприятие. Только язык и мышление дурачит нас, заставляя верить в обратное. Что мы этим намерены показать? Это демонстрирует, что восприятие пространства и само пространство – одно и то же. Оба понятия ссылаются на присутствие пространства в нашем сознании. Оба ссылаются на восприятие переживания пространства. И нам никогда не удастся отделить пространство от его восприятия, потому что они в точности одно и то же. Пространство – это переживание обширности вокруг нас. Что бы там ни существовало, независимо от восприятия, это не может быть пространством. Потому что то, что мы подразумеваем под этим словом, является нашим переживанием. Это единственное возможное определение слова. Любое другое приписываемое ему значение предполагает противоречие. Любой, кто заявляет, что пространство может существовать где-то вовне, тем самым заявляет, что восприятие пространства существует где-то вовне. Что является противоречием, бессмысленно и не тем, что имеется в виду, когда утверждается возможность существования независимого физического пространства. Если это осознать, подобное заявление терпит крах. Вопрос. Не понимаю, почему физическое пространство не может существовать где-то вовне и быть таким, каким я его себе представляю. То, что есть реальность, и то, как мы ее себе представляем – совершенно разные вещи. Первое – это реальность. Второе – мысль. А реальность не может никогда быть тем, что содержится в мысли. И разумеется, это верно и наоборот. Содержание мысли никогда не может быть тем, что есть реальность. Мышление может лишь существовать в контексте того, чем реальность является для нас. Как правило, мы думаем, что наше мышление может описать реальность. Но из расхождения между мыслью и реальностью следует, что как бы мы ни представляли ее, реальность является чем-то совсем иным. Ведь разве реальность может быть похожей на мысль? Мысли – это мгновенная вспышка восприятия. Реальность же – это совокупность всего. Приравнивать их было бы решительно неверно. Но мы не должны ошибочно думать, что просто потому, что мы не можем знать независимую реальность, существовать может вообще что угодно. Мы уже точно знаем, что так как это независимая реальность, она не может иметь качеств, которые суть переживания. Например, может ли радость существовать независимо от восприятия? Нет, если она не воспринимается, то это просто не радость. В точности такое же утверждение можно сделать в отношении пространства. Так как пространство – это форма восприятия, фактически сама природа восприятия, мы можем быть уверены, что что бы ни существовало в реальности, это в точности не пространство. И этот принцип можно применить ко всему, о чём мы можем подумать. Так же, как все концепции языка знания, всё возможное содержание мышления происходит из восприятия, следовательно, как бы мы не представляли себе независимую реальность, она в точности не такая. Может быть, существует нечто непостижимое, что вызывает наше восприятие пространства, и именно это подразумевается под словом «пространство». Если это существует, тогда это не пространство, потому что то, что мы подразумеваем под пространством – это его восприятие. Если мы припишем слово «пространство» чему-то непостижимому, то мы не сможем заявить, что оно должно существовать, поскольку это ведёт к противоречию. Мы, конечно, можем перехитрить логику и базировать всё наше мировоззрение на предпосылке, которые непостижимы, но это больше похоже на то, как поступают в реликих. Как вы можете говорить, что мы ничего не можем знать о независимой реальности, а потом заявлять, что пространство не может существовать независимо от восприятия? Я лишь опровергаю заявление, что может. Но согласно нашему образу мышления, это всё равно, что сказать «пространство не может существовать». Мы начали с предположения существования независимого физического пространства, и сейчас показали его непоследовательность. Статус независимой реальности не затронут. Я просто указал на ошибку в нашем размышлении об этом. Любой, кто заявляет, что пространство существует где-то, должен, по крайней мере, быть способным осмыслить такую идею. Только что я продемонстрировал невозможность этого. Не из-за ограничений мышления, но из-за того, чем пространство является. Это основополагающая форма восприятия. Теперь, прежде чем мы будем делать возможные выводы из всего этого, коротко коснёмся темы времени. Мы можем переживать только настоящий момент. И в нашем переживании есть память о прошлом. Каким-то образом мы догадываемся, что прошлое случилось до настоящего момента. И эта догадка – это ощущение временных отношений между переживаниями и есть время. Время – это отношение между памятью о прошлом и переживанием настоящего момента. Таким образом, время не может существовать независимо от восприятия. Даже если время было бы объективно реальным, мы всё равно могли бы осознавать только настоящий момент. Так что даже в этом случае наше понятие времени было бы отношением между настоящим моментом и нашей памятью о прошлом. Таким образом, независимо от действительного положения вещей, время может значить для нас только одно – отношение между переживаниями. А так как переживания субъективно зависимы, то таковым является и время. Мы можем вообразить время объективно реальным только потому, что мы можем вообразить объективную реальность. Но тот образ, который мы рисуем в своём воображении, не настоящая объективная реальность, но эмпирическое её представление. И только к нему мы можем применить концепцию времени. Реальность, как она есть в себе, непостижима. А так как время – это отношение между постижимыми представлениями, то оно здесь неприемлемо. Поэтому не восприятие происходит во времени, но время происходит в восприятии. Но мы можем описать пространство и время математически. Математика должна быть действительно правильной. Математика основана на концепциях, которые зависят от времени и пространства. И таким образом не могут иметь никакого независимого существования. Например, геометрия и арифметика предполагают наличие пространства и времени. И тогда как натуральные числа сами по себе не существуют в пространстве и времени, их смысл исходит из концепции непрерывной последовательности, которая подразумевает пространственную и временную концепции. Вывод Субъективная природа времени и пространства означает, что независимая реальность должна существовать вне времени и пространства. Время и пространство – это переживание, и так как независимая реальность означает независимость от восприятия, они просто неприемлемы. И для того, чтобы что-то отличалось от чего-то другого, должны предполагаться пространство и время. А это значит, что независимая реальность не дифференцирована. Без пространства и времени не может быть двух различных вещей. Можно назвать независимую реальность одно, но это не совсем верно, если рассмотреть, что один имеет значение только по отношению к двум или многим, что исключено из-за безвременной, беспространственной природы реальности. Таким образом, независимая реальность – это нечто нематериальное, недифференцированное, без пространства и времени, которое через наше сознание появляется как мы и мир вокруг нас. Но не имея протяженности в пространстве и времени, независимая реальность эквивалентна абсолютному отсутствию. Как эта реальность небытие дает рождение чему-то, как наш мир, мы не можем знать, так как знание ограничено областью восприятия. Но мы также не можем сказать, что независимая реальность является причиной нашего восприятия, потому что понятие причинности основано на предпосылке, что пространство и время объективно реальны. Впрочем, одно мы можем знать о реальности. Мы знаем, что каким-то образом существует наше сознание. И это самая очевидная истина. Ее нельзя подвергнуть сомнению, поскольку сам акт сомнения является доказательством существования сознания. Сознание само по себе не является переживанием. Переживание нереально в том смысле, что оно не существует объективно, но лишь субъективно. С другой стороны, сознание – это аппарат восприятия, его существование объективно-реально. В отличие от переживания и ощущений, сознание существует в объективной, независимой реальности. Но так как независимая реальность недифференцирована, не может быть ничего, кроме сознания, поскольку в недифференцированности множеств нет. Нельзя сказать, что сознание – это часть реальности, так как часть предполагает пространственные концепции, которые неприменимы к объективной реальности. Сознание – это скорее функция реальности. Именно эта функция дает рождение восприятию мира и нас. Но если все, что мы знаем об объективной реальности, это что сознание – его функция, на каком основании мы можем заявлять, что она вообще существует, отлично от самого сознания? Даже если мы выбираем верить в ее существование, она эквивалентна небытию, а это значит, что мы верим в ничто. А говорить, что объективная реальность существует отдельно от сознания, также нелогично. Когда мы задумаемся над тем, что такое отдельный, это подразумевает пространственные концепции, которые опять же не имеют точки опоры в объективной реальности. Если существует оба – сознание и объективная реальность, они существуют вместе, как одно. По сути, вопрос в том, может ли нет концепция существования быть вообще применима к объективной реальности. Ведь в конце концов концепция существования происходит из области восприятия и таким образом должна быть неприемлема. Парадоксально, но тем не менее, вот они мы, и существование сознания неоспоримо. Отсюда следует неизбежный вывод, что сознание должно быть всем, что есть в объективной реальности как таковой. И таким образом, сознание – это не просто субстрат восприятия, но окончательная реальность всего. Снятие завесы Завесы восприятия никогда не было. Ничто никогда не скрывало внешний мир, потому что внешнего мира не существует. Нет ничего, что существовало бы вне переживания. Есть только восприятие. И суть восприятия – это само сознание, то, из чего создано восприятие. Сознание является реальностью, в которой происходят все переживания, и является всем, что есть в существовании как таковом. И это суть жизни. Сознание – это то, что есть жизнь. Наша человеческая жизнь состоит из переживаний. Это все, что есть в жизни, какой мы ее знаем. Это все, с чем мы можем столкнуться, и это появляется в сознании. То, что мы думали о жизни, что мы живем на этой голубой планете во внешней и независимой от нас Вселенной, что наши тела – это физические существа, подверженные распаду, и что мир продолжит свой путь вокруг Солнца, когда пройдет отпущенные нам 80 лет и мы перестанем существовать, теперь оказалось не более, чем сном, кинофильмом, воспроизводящимся на экране сознания. Есть много снов, конечно, миллиарды, и у каждого уникальный взгляд на мир. Но все они видятся одному единственному сновидящему, сознанию, которое их создало. Убеждения о существовании внешнего мира настолько глубоко и прочно укоренились в нашей культуре, что будет не так-то просто выбросить их из головы. Как правило, люди не хотят, чтобы их версия реальности подвергалась сомнению. И принять это новое знание значит полностью переориентировать свое мировоззрение. И не только это стоит под вопросом, но и то, чем вам казалось, вы являетесь этим человеческим телом из плоти и костей. Если у вас все еще есть сомнения, или вы по-прежнему убеждены в существовании внешнего, независящего от вас мира, поразмыслите вот над чем. Если внешнего мира нет, то у нас были бы в точности те же самые причины верить, что он существует, какие у нас есть сейчас. Объекты нашего восприятия по-прежнему верили бы себя в соответствии с законами физики. По-прежнему существовали бы порядок и предсказуемость, к которому мы так привыкли, потому что так задуман сон. Мы убеждены, что если бы внешнего мира не существовало, то мир каким-то образом виделся нам другим. Что внешний мир должен существовать и быть причиной наших переживаний, в противном случае вещи вели бы себя иначе. Но вещи ведут себя так и не иначе, потому что мы с самого начала заключили, что существует внешний мир. Фактически наши мысли и убеждения насчет внешнего мира не отдельно от сновидения. Мы не находимся вне сна, глядя в него, но наши мысли и теории являются частью сна. Иллюзии внешнего мира – это часть замысла. Если бы вещи в этом сне верили себя по-другому, то наши теории о законах физики были бы совсем другими. Если бы объекты падали вверх, то нам пришлось бы подстраивать под это нашу теорию гравитации. С первого взгляда может показаться, как будто открытие науки противоречит идее о сознании как реальности. Однако до сих пор мы изучали метафизические истинные реальности, а метафизика выходит за пределы сферы науки, ограниченные областью наблюдаемых феноменов. Проблема науки в том, что она делает необоснованные выводы относительно отношений между феноменами и реальностью. А именно то, что мы наблюдаем, это и есть то, что объективно существует. Научные открытия и факты относятся только к наблюдаемым феноменам. Точка зрения, что описанный наукой мир реален, и что научные теории могут достоверно соответствовать истинному знанию о реальности, просто необоснованное верование. В науке то, что лежит в основе природы вещей, лишь подразумевается. Никто на самом деле не видел атом. Субатомные частицы, гравитация и радиоактивность не существует иначе, кроме как теоретические мысленные модели для описания явлений. Пространство и время, на чье объективное существование опираются эти модели, не существует, а следовательно, нет и материи. Сегодня у нас есть множество электронных устройств, которые похоже предполагают существование атомов. электричество предполагает существование электронов. Если вы подумаете над тем, как концепция электричества обнаруживается в вашем восприятии, вы увидите, что это переживание. Если вы видите сон, осветящийся ночью лампочки, значит ли это, что электричество является питающей энергией, действующей в вашем сне? Нет. электричество это просто наше название определенного феномена. Если вы вскройте компьютер, вы увидите кучу схем. Что это такое? Ощущения. Если вы будете с ними экспериментировать, пытаясь измерить или установить их функции, результат придет к вам в виде ощущения, переживания. Если вы включите компьютер, запустив операционную систему, что вы увидите? Опять ощущения. Скажем, вы знаете внутреннюю работу компьютера. Вы знаете входы и выходы электрических схем, механизм модулей памяти и коммуникацию между внутренними устройствами. Теперь, если вы увидите компьютер ночью во сне, вы естественно предположите, что машина питается от электричества и внутри происходят цифровые процессы, что вызывает картинки на экране. Но как только вы проснулись, вы осознали, что никакого компьютера не было. Скорее все это было в вашей голове. Это было сознание, которое явило его. То же самое происходит в состоянии бодрствования. Но сон и бодрствование это разные вещи. Какая в действительности между ними разница? Все из чего они оба состоят это переживание, ощущение. Отличается лишь содержание, а сутью как сна, так бодрствования является само сознание. Мы можем наблюдать биологические процессы, происходящие в мозге, используя высокотехнологичное сканирующее оборудование. Но как инструменты, так и измерения мозговой активности состоят из ощущений. Они существуют лишь в мыслях. Взаимосвязь между мозговой активностью и деятельностью объекта исследования исходит только из восприятия этих картинок воображения. Возможно, выводы могут быть убедительными, но они терпят крах, когда мы понимаем, что все это часть сна. Сканирующие оборудование, тестируемые результаты измерения, все это фантазии, проявляющиеся в сознании как переживания. И точно так же изображение клеток, бактерий и других биологических существ под микроскопом лишь ощущения, наблюдаемые явления, пыль сновидений. Этим я хочу сказать, что научные открытия сами по себе не находятся в оппозиции нашему метафизическому заявлению, что реальность есть сознание. только когда ученые пытаются объяснить мир, а не описать его, они начинают соскальзывать в область метафизики, ведь позиция научного реализма скользкая штука, полагаясь на предположение и просто на веру. Иллюзия индивидуальности Вера в то, что в мире существует множество разных существ, происходит отчасти из иллюзии материальности. Мы мним себя воспринимающими мир. Мы верим, что имеем местоположение в мире и что каждый из нас имеет вечное сознание, находящееся в теле, благодаря которому мы воспринимаем себя и свое окружение. Из картинок, появляющихся в сознании, мы делаем вывод, что существует непрерывное физическое пространство, в котором мы существуем. Но картинки это просто картинки. Они не отображают реальность. Они изображаются для реальности. То, что они собой представляют, не имеет реального существования независимо от восприятия. Однако наша концепция физической реальности основана на содержании этих картинок. Например, вот изображение комнаты. Мы предполагаем, что существует настоящая комната и что я, центр восприятия, нахожусь внутри комнаты. Мы думаем, что комната реальна, в то время, как она, фактически только изображение. Разумеется, оно очень убедительное. Если вы начнете двигаться по комнате, разглядывая ее под различными углами, вам будет казаться, что вы внутри нее, а не просто какие-то картинки появляются последовательно в сознании. И появляются не только визуальные образы, но также и другие образы восприятия, такие как балансы ощущения движения воздуха на щеках. Понятие материальности исходит из переживаний этих ощущений. И таким образом, материальность как таковая, это не более, чем суждение о содержании опыта. Это суждение является мыслью, а мысли, как и все остальное, это лишь еще одно переживание, возникающее в сознании. Мы верим, что мысли наша собственность, они принадлежат лично мне, когда по факту они возникают в одном сознании, вместе с остальными ощущениями, что составляет видимый мир, тело и ум. Разные взгляды людей – это просто переживания, возникающие в едином сознании. Может казаться, что вы являетесь одним переживающим, находящимся в определенном месте в мире, а я другим. Однако материальность – это только иллюзия. Сознание есть реальность, и поэтому не имеет локализации. Локализация – это суждение, исходящее из воспринимаемых образов. Все, что есть в локализациях или в центрах восприятия, это образы, возникающие в едином сознании. Ваш взгляд и мой, тотальность нашего опыта, возникает в одном и том же сознании, в одном и том же переживающем. В сущности, понятия «твой» и «мой» совершенно теряют свое значение в этом свете, ибо по сути мы одно и то же. Есть только одно бытие. Фундаментальные интуитивные чувства, которые у нас есть относительно собственного существования, самость, это аромат, лежащий в основе всего самоосознающей реальности, который дает проявиться любому переживанию. Это есть чувство бытия, и оно всегда присутствует во всех нас. Это то, что воспринимает сознание, реальность. и то, что вы есть, реальный вы, ваше истинное я, и это оно. Вы то, что переживает. Вы не тело, не ум. Это все переживания, появляющиеся для вас, самого сознания, единственного существующего бытия. Тело, которое вы знаете, как ваше, является частью переживания, частью ландшафта. Как и другие переживания, деревья и небо, боли, страдания, мысли и чувства, они появляются перед вами, как содержимое сна. Но вы это не содержимое, вы его очевидец, и я то же самое. Переживание себя, своих мыслей и чувств, своих хороших и плохих дел, свидетельствуется тем же сознанием, которое свидетельствует вас. Персонаж, печатающий сейчас эти слова, который в разговоре ссылается на себя, как я, это просто переживание. Это актер, играющий роль в фильме «Моя жизнь». Но актер это не тот, кто переживает. Он переживается. единым бытием, этой самостью, для которой происходят все переживания. Но если ваша жизнь возникает в сознании и ваше и мое сознание единое одно и то же, почему я не вижу то, что видите вы? Как получается, что я не помню вашего опыта? Вас обманывает вера, что тот, кто переживает, должен быть способным помнить все предыдущие переживания. Сознание ничего не помнит. В воспоминании возникают сознание, они создаются и свидетельствуются им. Но воспоминания имеют отношение к переживанию, а не к переживающим. Память это просто чувство, а не свойство сознания. Переживания происходят, как правило, с точки зрения тела, со всеми его мыслями, чувствами и памятью. Именно они составляют человеческий опыт и создаются и свидетельствуются сознанием. Но следующее переживание может быть из совсем другого тела, с другими мыслями, эмоциями и памятью. и между этими переживаниями нет никаких воспоминаний. Представьте себе сон, где вы воспринимаете глазами персонажа, скажем, фермера, с его личным набором мыслей, чувств и воспоминаний. Ваш сон развивается из этой перспективы, и вы верите, что являетесь этим персонажем. В следующий момент вам снится, что вы совершенно другой человек, король, тоже собственным набором мыслей, чувств и воспоминаний. Будучи королем, вы абсолютно забываете о фермере. Опыт фермера исчезает без следа. Что остается одним и тем же, однако, сквозь оба эти опыта, это чувство самости, чувство бытия. Когда вы просыпаетесь, вы осознаете, что переживали обе жизни, короля и фермера, что вы видели из обеих перспектив, и что их сутью, сутью их бытия, было одно и то же, вы. Король и фермер, два совершенно разных человека, оба переживались одним и тем же сознающим свидетелем. Хотя пример был приведен в ночном сне, тот же принцип применим в реальности. Все люди их жизни переживают с одним сознанием. В примере со сном переживание фермера предшествовало переживанию короля. В реальности личности существует одновременно. Индивидуальной жизни людей происходит в одно и то же время. А отдельной жизнь одного человека от другого делает непрерывность восприятия. Содержание личного восприятия все время различно. не только взгляд на мир, но ощущения тела, мысли ума и эмоции внутри нас постоянно изменяются. Но в этом есть целостность. Мгновения нашей жизни связаны. Неприживанный поток, река восприятия, последовательность, где переживания причинно связаны. Он начинается с рождением и кончается со смертью. Именно на эту непрерывную последовательность указывает термин «моя жизнь». Этот поток видится моими глазами, и эта точка зрения является тем, чем я себя считаю, а то, что я вижу в содержании потока, это моя жизнь. Однако эта непрерывность иллюзия. Впечатление целостности создаёт память. Воспоминания, кажется, ссылаются на прошлое, но это не так. Их содержание это фактически завершённые сами по себе переживания. Они независимы. Их содержание свежо, уникально и так же оригинально, как и каждое мгновение опыта. Основное свойство этой памяти мысли создавать впечатление указывания на прошлое. И фактически существование прошлого исходит исключительно из присутствия памяти. Но непредыдущие переживания вызывают воспоминания, так как нет прошлого. И таким образом нет таких вещей, как предыдущие переживания. Времени не существует. Сознание безвременно. Тогда как же мы можем вообще иметь какие-то переживания, если время нереально? Ответ в том, что все переживания, все мгновения существуют одновременно. Точно так же, как вы видите все кадры разом на размотанной кинопленке, переживания, составляющие жизнь всех людей, животных и других сознательных существ, фактически все возможные переживания содержатся в безвременном сознании. И переживания не лежат в спячке, ожидая, чтобы их пережили. Все мгновения переживания случаются одновременно. Хотя одновременно в общем-то не очень подходящее слово, так как оно предполагает существование времени, но оно довольно близко описывает, как переживания происходят за пределами времени. Но можно сказать иначе. Все переживается в один единственный безвременный момент. Переживания не происходят во времени, но время происходит в переживании. Чувство времени возникает каждый момент, или используя аналогию с кинопленкой, оно возникает в кадре. Только кажется, что моменты появляются в особом временном порядке, но по факту порядок, в котором они переживаются, чувство этого порядка, сам появляется вместе с любым индивидуальным кадром переживаний. Не существует временных отношений между переживаниями. Переживание вашего рождения существует бок о бок с переживанием вашей смерти. И частью переживания вашей смерти являются воспоминания вашей взрослой жизни и детстве, создавая впечатление, что они случились до этого момента. Но воспоминания не относятся к другим переживаниям. Они и их содержание – создает иллюзию последовательности идущего времени. Память о так называемом прошлом возникает вместе с содержанием настоящего момента и создает ощущение непрерывности. Но как каждый отдельный кадр в кинопленке независим в том смысле, что не имеют причинных отношений с предыдущим или последующим кадром, так и в случае с переживанием. Непрерывность исходит не из переживания множества кадров, но чувство непрерывности возникает в моменте. Это независимое содержание каждого кадра. Если посмотреть на один кадр фильма, персонажи могут быть в середине разговора, который, кажется, уже продолжается какое-то время. Однако реальный кадр не имеет причинной связи с предыдущим кадром. Он может с таким же успехом описывать совершенно другую сцену. Лишь содержание этого кадра предполагает, что разговор продолжается какое-то время. Поэтому нет потока переживаний, есть лишь индивидуальные независимые кадры восприятия. Каждый отдельный кадр несет в себя содержимое, которое само по себе способно убедить нас, что он причинно связан с другими кадрами. К тому же причинность тоже всего лишь иллюзия. Во-первых, понятие причинности, включая в себя время и пространство, которые не имеют объективного существования. А во-вторых, причинность вообще не имеет места в нашем восприятии. Причинность это просто послемыслие, утверждающее, что событие А послужило причиной события Б. Из каждого индивидуального кадра переживания возникает чувство, что это часть потока, человеческая жизнь. Но содержимое каждого кадра уникально. Предполагаемая им убедительная непрерывность, связность и поток, нереальны. И это означает, что переживания, происходившие со мной секунда назад и переживания, происходящие со мной сейчас, также отличаются, как в вашей жизни моя. Таким образом, индивидуальная жизнь и самоличность как таковая – просто иллюзия, ибо есть только одна жизнь, и каждый момент переживания является уникальным ее выражением. И длинный «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok